Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Как у нас начался день по битку? Мы увидели небольшую коррекцию, открылся фондовый рынок. Собственно, интересная произошла декорреляция. Посмотрите, фондовый рынок отпрыгнул. Nasdaq, S&P 500. Мы увидели технический отскок по ним. Nasdaq на 3,7%, акции Netflix вообще на 7% отпрыгнули. Ну, после такого падения, конечно, не мудрено отпрыгнуть и побольше. Но при этом крипта пошла вниз. И золото, кстати, тоже, смотрите, золото. Золото пошло вниз вообще. Ну, оно так-то более-менее на месте стоит, но локально на 30-ти минутках вот мы видим слив. Кстати, по золоту. Золото входит в зону интереса очень даже хорошую. Напоминаю, что золотом можно торговать на бирже Femex и PrimeXBT по ссылкам из описания. Вот. А биточек тоже последовал примеру драгметаллов, что лишний раз, кстати, подтверждает то, что он защитный актив, как бы это парадоксально не звучало, да, и дефицитный актив. Смотрите, биточек пошел в небольшую коррекцию. Но на самом деле перед этим ночью он неплохо так сходил на 31-600. И в локальной картине, я думаю, это не меняет то, о чем мы с вами вчера говорили, что у нас в принципе начался очень сильный отскок от уровня 26-25 тысяч, да, куда мы падали. И сейчас будет локальная коррекция, где, по идее, надо закупать. На мой взгляд, конечно же. То есть вот, грубо говоря, если нас прольют еще ниже, то там можно доусреднить свою позицию в лонг на свой страх и риск, естественно. Потому что потом будет скорее всего сильный-сильный выстрел куда-нибудь к 40 тысячам. Это мое мнение. Оно может различаться с вашим легко. Оно даже с моим мнением может различаться. Потому что, знаете, рынок такая штука нелинейная. Тут надо уметь подстраиваться под рынок. Пока вот у нас есть повышающиеся минимумы. Это очень-очень хорошо, на мой взгляд. И такой восходящий треугольничек мы рисуем. Поджимаемся. Я думаю, что эта штука может легко пробиться наверх. На дневке у нас тоже наблюдается отскок. Посмотрите. Очень такой неплохой отскок. На зеленой точке, на такой длинной тени. Я думаю, что сейчас мы увидим как минимум возврат куда-то к средним скользящим EMA Ribbon, о чем мы с вами вчера и говорили. Это у нас будет вот район 36-35-37 тысяч долларов за биток. Но на недельки, друзья мои, мы все еще в даунтренде. Мы падаем. Мы переписали low. Это не есть good нифига для быков. И сетка EMA Ribbon развернулась в медвежью сторону. Это, конечно, не отрицает того, что мы можем отскочить даже до недельной сетки EMA Ribbon в район 38-40 тысяч долларов. Но при этом потом все равно можем пойти вниз. Вот что. Это то, о чем сейчас говорит нам технический анализ данного таймфрейма. Вот. Поэтому, конечно же, сейчас быкам нужно пробить хотя бы дневную сетку, здесь удержаться над ней, чтобы говорить о каком-то развороте тренда и что это все была медвежья ловушка, и мы пойдем еще выше. Но, друзья мои, на этом падении, на недельном, очень интересная все-таки вещь – это количество маржинальных лонгов на Bitfinex. Кто не понимает, хочу объяснить. Это не фьючерсные лонги, которые обычно бреют маркетмейкеры. Это спотовые лонги. Ну, то есть они маржинальные, но они торгуются в настоящем спотовом стакане. То есть киты на Bitfinex берут в долг тезер у биржи и ставят физически покупают биткоин, не ставят на фьючах как бы ставку, да, фьючи – это же по сути ставки, а реально покупают биткоин в стакане и пампят цену. Киты знают, что делают, потому что киты Bitfinex – это аффилированные люди с тезер LTD, то есть с компанией тезер USDT. Как правило, если вы посмотрите на графики, они редко ошибаются. Они набирают лонг на падении, как вы можете видеть вот здесь, и разгружают его на росте. И сейчас на падении они набрали рекордное количество лонгов, посмотрите сами. Такого количества лонгов у нас еще с вами на Bitfinex не было вообще никогда. Вот, посмотрите. То есть у нас в прошлый заход все вот это падение они набирали. Посмотрите внимательно. Вот, у нас в прошлое дно, когда мы выпускались на 29-30 тысяч, вот у нас был all-time high лонгов, исторический максимум. Сейчас у нас новый all-time high лонгов, и он просто не сопоставим, посмотрите, с предыдущим. То есть сейчас явно эти ребята что-то знают. У нас здесь наблюдается такая как бы дивергенция. Я думаю, что мы просто в какой-то момент увидим, как цена пойдет наверх, а эти лонги пойдут вниз, будут разгружаться. И какое-то вот такое движение по этим двум линиям, я думаю, уместно ожидать, ребята. Дальше хочу посмотреть на криптовалюту Dash. Локально она сейчас, конечно, тоже повторяет за биткоином, пытается отскочить. Желтая точка у нас на дневке была даже выше, на уровне 82. Я думаю, что мы сейчас как минимум на 80-90 идем в рамках технического отскока. Но глобально здесь более интересные вещи. Dash именно график с биржи Poloniex нужно смотреть, потому что там самая старая история. Dash эта монета торгуется с 2014 года, и на Binance неполная история на других биржах. Kraken Poloniex подходит. Вот. Что здесь интересного и примечательного по ней? Смотрите-ка. Я здесь нашел вот такой вот глобальный нисходящий треугольник после пика 2018 года, когда Dash сходил на 1500 долларов. Образовался нисходящий такой треугольник в рамках даунтренда и накопления, из которого мы вышли, да, 40 долларов сходили на 500 почти, и после этого ушли в затяжную коррекцию. И прямо сейчас получается, что мы вернулись на ретест этого треугольника. Это вот тот уровень, куда мы упали плюс-минус там 40-50. И у Dash сейчас, конечно, очень интересный момент. Он либо сейчас просто скамится и падает обратно ниже там 10 долларов, где он торговался в 2014 году, либо он просто берет и начинает неистово отсюда тузымунить. Потому что посмотрите, у нас реально был первый импульс, да, мы дали больше 10 иксов. Теперь коррекция ABC сформировалась, и эта коррекция ABC сформировала бычий паттерн Falling Wedge или падающий клин по-русски. Посмотрите, получается, что у нас есть падающий клин сверху этого нисходящего треугольника, который мы ретестим как поддержку уже, то, что было с сопротивлением. Соответственно, по теханализу этот падающий клин должен пробиться наверх, и цель будет, соответственно, вверх шины этого клина, то есть там 450-500 долларов. Но для подтверждения этого, конечно, Dash нужно пробить уровень 80-90, вот этот вот уровень, чтобы подтвердить данный сценарий. Но тем не менее, я думаю, что если мы сейчас так сделаем, то мы не остановимся на этой цели. Скорее всего, мы пойдем, может быть, с какой-то коррекцией, но дальше к следующим целям, а-ля там 700-800 баксов. Это ближайшие цели. А вообще, если Dash поступит так же, как его собратья из этого цикла типа Litecoin и Monero, которые тоже особо сильно динамики не показали, но они уже переписали свой L-Time High 2017 года, то есть Dash по этой аналогии уже должен был сходить на 200 с чем-то тысячи, и сейчас откорректироваться куда-то вот сюда. Вот, я уж молчу про эфир Classic, про DoggyCoin, ну и про обычный эфир, там, Cardano, которые переписали свои хаи очень хорошо. Так что с точки зрения баланса вероятности и с точки зрения скидок это прекрасная возможность. Теперь еще, кстати, в довесок к тому, что я говорю. Вот знаменитый график психологии рыночного цикла. Чистый Dash, посмотрите, Dash чистой воды. Pump, dump, долгая консолидация, ложный bullrun, депрессия, и все выходят. Неверие, ралли – это фейк. Вот, Dash выглядит как на дне медвежьего рынка. Почему, собственно, я и говорю его закупать. Другие вам такого не скажут, другие вам скажут влетать в щитки на хаях, в Луну по 100 долларов, в Солану по 200 и так далее. Это все равно, что в Dash было влетать по 1600 в 2017 году. Но самый прикол, в нашем чате CryptoCommons, на который обязательно, кстати, подпишитесь по ссылочке записания, если вы не подписаны. Вот, товарищ Сандор опубликовал отчет аналитики Palm Beach. Palm Beach Analytics говорит, что у Dash очень бычий фундаментал. Dash-платформа уже запущен в Testnet и выходит в Mainnet. И, грубо говоря, вот они пишут, что Dash в зоне покупок до 800 долларов, ребята. До 800 долларов можно покупать Dash. Это пишут аналитики Palm Beach. И посмотрите, это как раз сходится с тем, что вот я сейчас тут и намалевал. Вся вот эта зона по Dash от 50 долларов до 800, скорее всего, будет пригодна для покупок, потому что мы в какой-то момент все-таки увидим вот такое движение, ребята. Вот такое движение, и это все будет прямой линией вместе с вот этим пиком. Ну, так себя ведут активы. Это же не я придумал. Посмотрите Bitcoin в 2015 году, посмотрите Ether там, вот даже в 2020 году после коронадампа. Ether Classic, посмотрите, Doge. Это все циклично. Просто Dash в этом цикле outsider немного опаздывает. Так что относитесь к этому не как к поражению и как к потере, что вот я все потерял, надо продать Dash, а как к возможности добрать еще большую позицию. Я лично очень сильно этому рад, потому что я с каждой этой просадкой только наращиваю свою позицию в Dash и не собираюсь ее продавать. Вот мое мнение по поводу этой ситуации. Ну, а в целом, конечно, ребят, сейчас очень рисковый момент по всем рынкам. Экстремальный страх. Как мы с вами знаем, это лучшее время для покупок. Но, как всегда, страшно же покупать. Мы боремся, как бы внутри нас борется эмоциональное начало с рациональным. И вот эмоциональное, говорит, продавать внизу, а рациональное покупать. Поэтому тут уж делайте выводы сами, кого вам слушать. А насчет лонгов на финике, вот я вижу, что стакан у них на самом деле пустой. Стакан уже давно, потому что маленькие объемы. Но там ребята реально что-то знают. Так что, ребята, сами принимайте решения. Не маленькие уже. Кэндл Уэйв отсигналил на продажу 4-х часовик. Значит, можем еще и попадать. Там, значит, надо докупаться. А вот дневка по Кэндл Уэйв выглядит по быче. Посмотрите, вторая зеленая свечка хайка нашей после отскока. И после сигнала сел на 46 с половиной тысячах не загорался еще сигнал бай. И вот если он сейчас загорится, это будет, по всей видимости, когда мы пробьем 31 500 или 32 тысячи. Вот это будет сильное подтверждение, потому что этот сигнал достаточно редко загорается. Ссылка на платформу Кэндл Уэйв тоже есть в описании. По ней вы получите 15% скидку на первую оплату. Классная платформа. Здесь очень много вот это все ордера. Из стаканов всех бирж показаны. Скопление. Видите, какой сгусток ордеров здесь? На 28-27. И торговый бот, который показывает сигналы входа в сделку и выхода из нее. Ну, по TRDR, что я могу сказать? Стакан больше бычий, чем медвежий. Биткоин готовый скупать по 28-27 тысяч больше, чем продавать по 31-32. Это радует. Соответственно, цену легче толкать наверх. Поэтому я сейчас любую просадку воспринимаю как возможность докупиться. Но вы знаете, ребята, я в те в долгую. Я проходил вот это все и готов ждать вот этого всего еще сколько потребуется. А вы, ребят, смотрите сами. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом всем. Да, и, кстати говоря, сегодня утром проводил опрос в нашем телеграм-канале, на который тоже обязательно подпишитесь. Вот он здесь появился. Каким вы видите отскок BTC к 30 тысяч? Бычья ловушка, очередное падение к 20 тысяч, вероятно. Дно пройдено, мы не увидим цен ниже 25. Или не могу думать, слишком много лосей. И что интересно, 57% считают, что это бычья ловушка и очередное падение к 20 тысячам нас ждет. И только 26% считают, что дно пройдено. Мы не увидим ниже 25. Ну и еще 17% не определились. То есть, тут можно, конечно, сказать, что 50 на 50, но все равно. Ну, делайте выводы сами. На мой взгляд, сентимент сейчас очень медвежий. Он, конечно, уже давно очень медвежий. Но так это же хорошо. Чем дольше он очень медвежий, тем быстрее мы развернемся и полетим на Луну. Так что вот такие вот дела, ребятки. Все ссылки в описании. Торгуем аккуратно. Не впадаем в эмоции, в экстаз. Не надо бежать сейчас на всю котлету, брать лонг, по моим словам. Лучше спокойненько расставить сетку ордеров и плавно набрать свою позицию. Все, спасибо, что посмотрели этот выпуск. Всем профитролей, хорошего дня и увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok